Еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за недобросовестное уголовное преследование предпринимателей. Накануне Государственная Дума приняла соответствующие поправки в 299-ю статью Уголовного кодекса. Усилить ответственность должностных лиц правоохранительных органов за совершение действий, которые повлекли за собой необоснованное уголовное преследование предпринимателей, направленное на прекращение ими хозяйственной деятельности. Максимальное наказание за преступление увеличилось с 5 до 7 лет лишения свободы. Если преступление будет носить особо тяжкий характер или крупный ущерб, за это будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Крупным будет признаваться ущерб, сумма которого превышает полтора миллиона рублей. Наказание также будет грозить, если бизнесмену пришлось закрыть компанию. Поправки приняли, ужесточили, но будет ли лучше от таких мер? На самом деле, как говорится, любого спросить предпринимателей, у них ситуация наоборот хуже и хуже становится. Разница здесь как раз таки заключается в том, и как говорится, истинно заключается в том, что надо считать не плановые проверки, а все проверки в сумме, включая внеплановые проверки. Тут ведь надо понимать, что, скажем так, в последнее время вот эти все проверки, они приняли ярко выраженный фискальный характер. То есть, они направлены на наложение штрафов, причем штрафы, они вообще бешеные. В Бурятии с каждым годом уменьшается количество предпринимателей. Люди попросту боятся открывать свой бизнес, дабы избежать нудных и иногда несправедливых проверок. Особенно это, наверное, актуально для нашей республики Бурятия, где статистика, к сожалению, не в нашу пользу, и количество предпринимателей, людей, занимающихся бизнесом, у нас недостаточно большое. И вот данные меры, конечно, они предпринимаемы на федеральном уровне, они, конечно, вселяют определенную уверенность в бизнес. Поправки в законопроект приняли сразу в первом чтении. За проголосовало 425 депутатов. Василина Стоценко, Юрий Шибаганов, Первая альтернативная.